Жилищное и социальное строительство получат развитие, исходя в первую очередь из решения существующих инфраструктурных проблем. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин. Проблемы действительно существуют. Например, в Харивере решают, что делать с новым информационно-досуговым центром. Новое здание, которое ждали в поселке не один год, оказалось не готово к холодам. Стоило ударить 20-градусным морозом, температура в некоторых помещениях ДК опустилась до плюс двух. Дети танцуют не в костюмах, а в зимних куртках. Кто исправит строительный брак, выясняла наша съемочная группа. Сколько детей занимается? У нас около 30-26 детей. Не о такой жизни мечтали педагоги и дети, переезжая в это здание. Счастье от нового ДК длилось недолго, до зимы. В некоторых помещениях не больше плюс десяти. Подрядчик скупился на радиаторы. Такая система отопления используется в южных регионах. На огромный холл, площадь которого несколько десятков квадратных метров, установлен маленький радиатор. Мы надеялись, конечно, что если мы перейдем сюда, то будет тепло, хорошо, светло, уютно. Мы будем ходить в платьях, в туфельках, но, конечно, этого не случилось. Очень холодно. Запустили систему, толку нету. Где-то греет, где-то не греет, но это уже, мы не знаем, в чем причина. А смотрев ДК, губернатор поручил своим подчиненным еще раз изучить проектную документацию, найти в ней дыры, связанные с системой теплоснабжения и организовать работы по утеплению. Претензии подрядчику уже написаны. Им является архангельская компания. Там мишени просторные, светлые, высокие, теплые, убрано, все мобилировано, все аккуратно. А это уже местная больница. В просторные и светлые кабинеты врачи и пациенты переехали летом. Через некоторое время на стенах образовались трещины толщиной из палец. По словам главы поселка, под зданием, возможно, некачественный фундамент. Выражаясь языком строителей, больница попросту гуляет. Отсюда и трещины. В принципе, видели, когда оно изначально начиналось строительство, мы уже обращались в разные структуры, и к подрядчику, и заказчику, потому что у нас очень много было вопросов по строительству больницы, в том числе, особенно, по системе отопления. Она нас не устраивает. Подрядная организация, и тоже Архангельская, с трещинами на стенах уже знакома. Свои ошибки частично признала. Сейчас в Харьевере снова ждут строителей. Они уже не раз приезжали и исправляли свои косяки, и сейчас тоже ждем, чтобы приехали и исправляли. С нерадивыми подрядчиками в регионе борются давно. Сотни претензий, суды и иные разбирательства. Однако чаще сомнительные строители, не выполнив контрактные обязательства, попросту исчезают. Ошибки в основном исправляют только те, кто в округе намерен работать дольше. В любом случае, так просто не отстанем. То есть, они должны сдать качественный продукт, они за это получили деньги. Но сегодня электронный аукцион, он с одной стороны борется с возможными всякими коррупционными составляющими, но с другой стороны, заказчик не видит вообще, кто там участвует. Там есть участник один, участник два, участник три. При том, что схемы сейчас очень разные там бывают, да, и не всегда добросовестные люди изначально туда выходят. При этом многие подрядчики после победы в аукционе не понимают, что строить придется на Крайнем Севере. Опыт работы в условиях Крайнего Севера, как правило, у них отсутствует. Самое лучшее, это вот у нас есть наши местные подрядчики, которые точно сделают, знаю, что ответственно, потому что им здесь жить, им в глаза, конечно, им в глаза будут люди смотреть совершенно, и с них же и будут спрашивать. Ну, у нас Россия большая, а закон один для всех. Что касается местного ДК, то строители, видимо, хотели сэкономить. Здание еще на гарантии, поэтому Архангельской компании систему отопления, скорее всего, придется полностью модернизировать.